Доброе всем утро! Продолжается наша программа. Поговорим немножко об искусстве, о большом фестивале танцевальном, который проходит в Екатеринбурге до 3 декабря. Называется он «На грани». Проходит уже на секундочку восьмой раз фестиваль международный. И, конечно, мы не можем обойти его вниманием. В этом году в город Екатеринбург съехались аж 23 танцевальных коллектива из России, и также Италии, Финляндии, Франции, Эстонии. И есть, конечно, у нас родненький наш коллектив, который известен на весь абсолютно мир, без исключения. Это, конечно же, провинциальные танцы. У нас в студии директор театра провинциальные танцы Ольга Паутова. Доброе утро, Ольга! Здравствуйте! Во-первых, рады, что вы приехали к нам сегодня с утра пораньше, несмотря на то, что вас сегодня будет спектакль. Ну вот, вообще, фестиваль «На грани», конечно, немыслим без участия театра именно провинциальные танцы. Расскажите, что ваш театр представит на своих зрителей в рамках фестиваля «На грани»? Я хотела бы сказать, во-первых, что мы очень рады и горды участвовать в этом фестивале. Это действительно очень важное событие не только для, так сказать, поля танцевального нашей страны, но и как бы общекультурного поля. Мы горды, что он проходит этот фестиваль именно в нашем городе и рады в нем участвовать. И сегодня мы покажем такой спектакль, который как бы формально в программке не заявлен как премьера. И это правильно, потому что, опять же, с формальной точки зрения его так назвать нельзя. Он был поставлен несколько лет назад и уже успел получить золотую маску. Но вот мы так рискнули все-таки очень сильно его переделать, да, как бы создать новую версию этого спектакля. Татьяна Баганова, хореограф, решилась на это. И это будет не только новая с точки зрения хореографии версия, но и с точки зрения вот визуального оформления. То есть для тех, кто сталкивался уже с этим спектаклем, есть там внутри материал, который будет новым. Правильно я понимаю? Абсолютно, да. То есть, а да, мы его не назвали. После вовлеченности называется этот спектакль «Часть 2». Такое сложное название. Часть 2. Ну вот несколько лет, поправьте меня, если не ошибаюсь, его не ставили. Да, 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 да. Он вышел из программы, да, из репертуара несколько лет. И вот там обращались и зрители, и, не знаю, критики. И хотели снова его увидеть. И вот сейчас еще был такой повод. Нас пригласили на гастроли в Москву. Вот мы прямо вот уже в понедельник туда уезжаем. И они тоже хотели видеть именно этот спектакль. И вот решились его восстановить. А этот спектакль уже получил один раз золотую маску. Интересно. А вот он сейчас, можно заново претендовать на Санкт-Петербург в Москву? Думаю, что нет, но если вдруг такой прецедент случится, то вообще мы будем рады. Давайте про фестиваль поговорим. Для директора театра. Что такое фестиваль на грани? Вообще удается вам посмотреть на коллег? 23 коллектива съехалось. Подталкиваете ли вы всех своих подопечных, всех своих артистов, танцовщиков к тому, чтобы они обязательно смотрели? Есть ли у вас фавориты на этом фестивале? Сейчас я вас разочарую. Я еще ничего не успела посмотреть, поскольку очень напряженная подготовка к сегодняшнему вечеру. И правда, я ничего не видела. Но я слышала великолепные отзывы о том, что люди видели. И очень жалею, что не получается. И прямо вот с завтрашнего утра я уверена, что я смогу влиться в эти ряды и увидеть очень много. Я слышала очень хорошие отзывы о спектакле театра танца Олега Алексеевича Петрова. Я слышала прекрасные отзывы о спектакле «Кафе Идиот» Александра Пепеляева и Камерного театра Москвы. Ну, в общем, очень много всего хорошего. И вот с завтрашнего дня. Ну, вот провинциальные танцы, безусловно, это бренд Урала, танцевального России, современной в нашей танцевальной хореографии. Мне интересно, делитесь ли вы секретами успеха с другими танцевальными коллективами? Вообще, вот этот вот обмен происходит ли опытом, какими-то навыками, не знаю, мнением, например? Конечно же, происходит. Но я бы сказала, что это, наверное, обмен, скорее, вернее, как... Мы делимся, скорее, не секретами мастерства, да, а технологиями, да, потому что, ну, многие знают, те, которые, ну, в курсе дел, знают, что танцовщики, которые прошли, например, через театр провинциальные танцы, они потом с успехом вливаются в какие-то очень серьезные такие международные коллективы, например... Серьезные, понимаете, танцевальный проект на одном из федеральных каналов, всем, кто смотрит, да, 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 и всем, кто, например, узнают по пластике ваших исполнителей. Ну, да, поэтому это как бы... Мы чувствуем такую ответственность, и, конечно же, у нас есть такой проект, он называется «Танскрипция». Он создавался как такой фестиваль, фестиваль-лаборатория, да, для того, чтобы хореографы могли приехать сюда и в такой очень экспресс-манере, экспресс-жанре, экспресс-там, не знаю, что еще. В общем, за короткое время, скажем так, да, смогли поставить какую-то постановку на танцовщиков театра «Провинциальные танцы». И вот с прошлого, с этого года, вот этим летом прошлым, с прошедшим, мы его, так скажем, обогатили другим форматом. То есть у нас теперь проходит летняя школа, куда приезжают в основном, приезжают не только со всей страны, из всех городов нашей страны, но и как бы из-за рубежа. Вот такой опыт у нас получился. То есть мы занимались образовательным процессом? Да, 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 это такая образовательная программа, и мы ее планировали как программу образовательную как бы для всех, да, всех уровней, там, вовлечения, популяризации и так далее. Но по факту получилось так, что приезжают все-таки профессионалы или те, кто стремится в эту лигу. И вот сейчас зимой, кстати, мы тоже будем проводить такую маленькую. Да? Когда? Это будет с пятого по седьмой, это прям вот пять дней всего лишь. Декабря, января, февраль? Января. Января. В зимние каникулы. В зимние каникулы. Это тоже разноуровневая школа для тех, кто никогда и для тех, кто... Вот в этот раз мы просто поняли, что параллельно мы не сможем создать такую большую школу, поэтому у нас скорее вот таких вот профессионалов и тех, кто почти профессионал, так скажем. Станет ли школа началом или там зачином для того, чтобы создать вокруг провинциальных танцев фестиваль какой-то большой, потому что сейчас у нас город, поднимающийся стороной Донаграни. Все театры, мне кажется, вот так прям норовят каким-то образом устроить свой фестиваль. Есть ли у провинциальных танцев такой сейчас энергия для этого или ресурс? Вот смотрите, у нас он есть, да, вот как я уже сказала, вот эта танскрипция, она и проходила, уже много лет проходит, как такой фестиваль в формате, ну, фестиваль-лаборатория, да. Как мы будем его сейчас разворачивать, да, какой стороной, вот мы посмотрим, да, потому что сейчас у нас очень активная такая вот жизнь активизировалась во всех отношениях, и поэтому насколько нам будет хватать сил, мы посмотрим. Или мы будем продолжать вот в этом формате, добавив к нему именно образовательную часть, либо мы все-таки будем его укрупнять, как-то масштабировать и так далее. Вот вопрос для нас тоже. Друзья, фестиваль танцевальный международный восьмой проходит сейчас в Екатеринбурге, фестиваль «На грани», он продлится до 3 декабря, до воскресенья. Успевайте закупиться билетами, у вас есть еще сегодняшний вечер, пятница, суббота, воскресенье. В том числе сегодня вечером можно посмотреть на сцене ТЮЗа роскошный фестиваль, ой, фестиваль, да, спектакль, да, который получил золотую маску в исполнении артистов легендарного, конечно, театра «Провинциальные танцы». Ну и мы благодарим... Спектакль называется «После вовлеченности», причем это такая версия 2 этого спектакля. Благодарим директора театра «Провинциальные танцы» Ольгу Паутову, спасибо за то, что заглянули к нам на огонечек. Спасибо за приглашение. Эфир наш продолжится событиями, сейчас узнаем все о самых важных новостях Екатеринбурга и Свердловской области.